формат следующий мы исходим из того что вы все очень хорошо знаете спринг поэтому будут всякие разные загадки немножко более сложно чем это в обычной жизни случается призов у меня мало поэтому мы сделаем так каждый раз кто отвечает правильно и может это объяснить он получает монету и тот в конце у кого больше всего монет получает вот такую футболочку ну вот такая же как у меня окей все поехали так это я проматываю мы обычный доклад мы проводим с барухом но баруха не прилетел егор хочешь попробовать вместо баруха так это все объяснение к докладу сэкономим на это время поехали первый пазлер ну а с game of thrones наш любимый сериал поднимите руку кто не смотрит game of thrones андрей я по и ты не смотришь и ты брут а кто не знает о чем речь а ну вот уж другое дело ноги не так сейчас я тоже не смотрю сейчас перерыв как раз между сезон я понял так поехали вот смотрите вот такая ситуация у нас есть winter is coming service у него есть метод который должен разогревать кэш и этот метод поскольку он разогревать кэш он должен включиться с самого начала он соответственно помечен аннотации постконстракт но поскольку он разогревает кэш и уходит в базу данных и это к сожалению не монга какая-нибудь там мелисандра кассандра там нужны транзакции поэтому это транзакционный ok соответственно у меня есть метод который аннотируем и аннотации постконстракт и аннотации транзакшн ну это типа транзакшн спрынга хотя не принципиально вот значит вопрос что происходит с методом которой есть обе аннотации вариант 1 сработает и будет транзакция то есть все отлично хорошо второй вариант сработает но не будет транзакции третий вариант вообще не будет работать этот метод не запустится и 4 вариант будет exception из-за какого-нибудь там ладно буду подсказывать давайте голосовать я вам дам подумать 10 секунд кстати кто был на этих докладах смотрите у нас я писал этот доклад два с половиной раза то есть был spring пазлер с 1 потом был spring пазлер с 2 это так называемый микс из обоих с небольшими изменениями и после того как и на java day этот доклад слушал йорген холлер там была одна ошибка которая с версии 4 3 изменилась и естественно это учтено и починено так чтобы все пазлеры они учитывают последнюю версию спринга 4 3 4 по моему кажется да ну давайте кто считает первый ответ все отлично сработает с транзакцией как и положено кто считает что сработает но без транзакции кто считает что очень сработает просто метод не сработает все будет хорошо на метод не сработает а кто считает что exception будет андрей сколько раз ты должен ходить на наши доклады чтобы загонить запомнить про лято и гучер спринга конца или нет так правильный ответ сработает но не будет транзакции да вот вот такая вот ситуация то есть без транзакции естественно ничего не сработает и джон снова не живет и смогла кто может объяснить почему давай отлично все ты получаешь монету давайте поговорим на самом деле достаточно распространенная ситуация последнее время я все больше и больше с этим сталкиваюсь когда пишу микросервис а есть микросервис который называется так называемый worker то есть он поднимается и как только он поднялся он сразу должен начать что-то делать причем ну опять же можно поговорить про ситуацию когда это можно решить аннотации скетчу лет если он должен делать там каждые пять минут что-то но я говорю про микросервис который вот он поднялся и как только он поднялся он должен один раз запустить какой-то код вот как это сделать и один из вариантов сказать ну зачем те методы которые должны сразу включиться надо их помещать аннотации постконстракт очень важно понимать что это абсолютно неправильно потому что аннотация постконстракта не не для этого аннотация постконстракт ставится над методом который существует для того чтобы закончить настройку вашего бина и код который вы пишите в методе и на тиран ваши объекты, в этот прокси добавляется логика, связанная с транзакциями, со синхронностью и с другой магией, которую вы попросили благодаря каким-то аннотациям. Так вот, на этапе работы постконстракт вся эта магия еще не случилась. Поэтому, если вам нужно, чтобы какой-то метод запустился с самого начала, и это бизнес-логика, а не метод, который донастраивает BIN, то вместо того, чтобы ставить аннотацию постконстракт, вам нужно что делать? Вам нужно ставить какую-нибудь свою аннотацию, которую можно придумать, которая будет, например, называться PostInitialize, и, соответственно, можно написать Listener, который будет слушать все эти аннотации и запускать эти методы. Давайте это сделаем. Так, где мой проект? Значит, я сейчас покажу результат запуска метода. То есть, видите, вот у меня был вот этот сервис, у него был метод VARNCache, аннотация постконстракт, аннотация транзакшн, метод сработал, прочитали из Мелисандры, все замечательно, но транзакции не было. Значит, я вместо транзакшн ставлю аннотацию пост init, окей, в последних своих проектах я стал это называть собакамейн. То есть, здесь это, опять же, как бы можно сказать, что это все-таки тоже метод, который часть настройки бина, потому что он разогревает его кэш, но ту ситуацию, про которую я вам сказал, что вот есть эти микросервисы, которые воркеры, там мы эту аннотацию называем собакамейн. И, соответственно, человек пишет микросервис, он хочет, чтобы метод сразу включился, собакамейн поставил, все. Ой, да, абсолютно право. Видишь, я специально долго говорил, чтобы ты могла найти ошибку. Я тебе сейчас за это дам шоколадку. Посты не жалазь, держи. Ну, ты внимательно меня слушай, я должен это поощрять. Я же больной, я и так могу это самое. Значит, теперь нам нужно написать listener, который будет application listener context fresh event. Значит, в спринге, когда поднимается контекст, в процессе его работы есть четыре ивента, которые он кидает. Есть ивент, который называется context started. Это не тот ивент, который нас интересует, потому что этот ивент говорит о том, что только сейчас контекст начал строиться. Есть context stopped, это что-то с ним случилось, остановился его строение. Есть context closed, это тоже не про нас. Есть context refreshed, это значит, что контекст построился и все обновилось. Кстати, если кто хочет написать такой listener со спринга четыре и три, это стало делать еще проще. То есть, в принципе, можно делать вот так. Можно над методом ставить аннотацию, которая называется, по-моему, application listener. Не помните, как она называется? Кто-то помнит, как это делается? Event listener. И здесь можно передать, типа, ну, типа, тот ивент, который вас интересует, и этот метод сработает сразу. Но это, опять же, не то, что я хочу, я хочу как бы свою аннотацию, чтобы было все мне прозрачно. Вот. То есть, нам не конкретный метод нужен, а нас интересуют все методы, которые аннотированы от этой аннотации, просто и не жилось. Значит, что мы здесь можем сделать? Во-первых, мне в этом классе понадобится Configurable Listable Bin Factory. Это фабрика Спринга. Благодаря этой фабрике я смогу вытащить все бин-дефинишины. Кто слушал мой доклад «Спринг-потрошитель»? Не хочется сильно повторяться. А кто не слушал, кто не знает? Тогда я все-таки немножко объяснять буду. Значит, смотрите, когда Спринг строит бины, перед тем, как он начинает их строить… Слушайте, а кто вообще работает со Спрингом? А кто не работает со Спрингом? А, так это те же люди, я тогда ничего не объясняю. Короче, когда Спринг строит свои бины, он перед тем, как начинает строить сами объекты, он строит объекты, которые называются бин-дефинишины. Объект бин-дефинишин содержит информацию о том, это Singleton будет или Prototype, он лейзи или он не лейзи, есть у него init-метод, если да, как он называется, какие property надо настраивать и так далее, и так далее. Соответственно, что я сейчас хочу сделать? Я хочу, когда поднялся контекст, взять все бин-дефинишины и посмотреть, если в этих бин-дефинишинах есть бины, у которых есть методы, помеченные аннотацией post-initialize. И если да, я просто эти методы запущу. Соответственно, я беру свою вот эту, вот отсюда из ивента, я, кстати, могу вытащить весь контекст. Контекст мы положим, он нам тоже пригодится. Из фабрики я вытащу все бин-дефинишин names. Бин-дефинишин names. Вот они. Положим это в стороночку, пройдемся по всем этим именам. И теперь мне про каждый имя, то есть это айдишник бина, да, и мне про каждый айдишник надо попросить его бин-дефинишин. То есть я говорю, фабрика, дай мне бин-дефинишин этого бина, получил его сюда. Теперь мне из этого бин-дефинишина надо вытащить информацию о том, из какого класса этот бин будет создаваться. Вытащил эту информацию. Теперь мне надо этот класс подгрузить, да, то есть я буду делать что-нибудь типа класс, форнейм, бин, класс, нейм. Так, что надо сделать, чтобы меня эти чек-эксепшены не раздражали? Сники-троус. Сники-троус, все. Все люди, кто знакомы с лаубоком, знают, что сегодня можно лучше бороться с чек-эксепшенами. Это аннотация ламбока, она работает на этапе компиляции и ламбок генерирует три кетч и в этом кетче этот эксепшен просто прокидывается дальше. Вместо того, чтобы, то есть я не должен пачкать свой код. Вот, сделали, значит, это у нас бин-класс. Бин-класс. Теперь я должен этот бин-класс проанализировать. Я должен взять все его... А где Егор Бугаенко? Вот ты сейчас, наверное, в ужас уже входишь, да? Я понял, да. Я просто хотел видеть твое выражение лица, когда мы начинаем закапливаться в инфраструктуру. Но ты понимаешь, что мы это делаем ради людей? То есть ты любишь объекты, а мы любим людей. Мы стараемся так, чтобы им было просто. Человек поставил аннотацию пост-эннишилась, она у него работает. А как оно там внутри закопано? Ну, захочет, залезет в листнер или доклад мой сходит, разберется. Значит, мы берем из класса get methods. Вот наши методы. Пошли по всем этим методам. А теперь у нас, соответственно, если метод аннотирован аннотацией, вот это вот пост-эннишилась, которую мы придумали, то нам этот метод надо запустить. Я могу его просто взять и запустить? Да? Или не могу? Что мне не хватает сейчас, чтобы запустить метод? Объекта не хватает. Правильно же, не статический метод. Например, я пока работал с методатой. У меня был bin definition. Из bin definition я выяснил, с какого класса будет создаваться bin. Я взял этот класс, поискал по методам, нашел метод, который... Ну, объекта пока еще нет. Соответственно, мне надо взять из своего контекста, вытащить вот этот bin, да, bin definition, которого я анализирую. У него тот же самый идишник. Вот этот bin. Теперь я могу сделать вот так, метод .invoke и сюда этот bin передать. Будет работать или не будет работать? А? Когда я могу запустить метод на объект? То есть, когда только при одном условии, что этот объект, он из этого класса. А сейчас это не обязательно так, потому что у нас как раз, скорее всего, bin из класса proxy. Да? То есть, опять же, если человек поставил аннотацию после initialize, то, наверное, он ее поставил, потому что он понимает, что ему надо, чтобы метод сработал в самом конце, когда уже будет proxy. То есть, наверное, на этом этапе этот bin это proxy. А метод мы искали не в классе proxy. Метод мы искали в оригинальном классе. Поэтому у нас сейчас не стыковка. Метод с такой же сигнатурой существует и в классе в proxy, и в оригинальном классе. Но объект у нас из класса proxy, а метод у нас из класса оригинального. Поэтому что надо сделать? Надо найти в классе, который сейчас. То есть, я должен взять вот этот вот bin, взять этот класс. Это у нас будет, допустим, хотя можно сразу продолжить. Давайте прямо отсюда сделаем get method. То есть, я ищу точно такой же метод по имени. Вот. И это у нас будет тот метод, который сейчас. Current method назовем это. Current method. И вот этот current method мы запустим. Вот. Все. Вот на этом все закончилось. То есть, у нас, ну и понятно, что это надо сделать еще в отдельном фреде. Сейчас не будем это делать. Но по-хорошему, естественно, надо. Иначе, как бы, если этот метод post-in-shel-as, или этот метод собака main, он начинает что-то делать очень-очень долго, бесконечно, то все застрянет. Да. Как? Как? У кого-нибудь интересное, метод будет работать? Что там еще воно? Если два метода одинаково называются, ну, то есть, там, разные параметры. Нет, так этот метод, он должен быть без параметров, по такой же конвенции, как метод post-constract. То есть, смотри, если ты посмотришь на аннотацию post-constract, у тебя в ней написано, ну, блин, где она? Это же не наша, вот, post-constract. У тебя написано must any parameters. Есть что-то? Сейчас. Post-constract, бля-бля-бля. Post-constract, connection, use the method, executed, auto-dependence injection. Где тут про параметры что-то написано? Вот. The method must not have any parameters. И то же самое будет написано в документации про мою аннотацию post-initialize. Нельзя, чтобы были какие-то параметры. Потому что это, типа, init-метод, только который работает на этапе немножко позже. То есть, получается, трехфазовый конструктор. Да, то есть, когда создается bin, сначала работает конструктор, потому что, ну, как бы, нельзя создать объект, чтобы конструктор не сработал. Потом запускается метод, который post-constract. И в самом конце, когда уже есть прокси, запускается метод post-init, если он стоял. Все. Вот. Давайте проверим, что это работает. То есть, у нас сейчас вот было, видите, было reading spelling from Melisandre без транзакции. А сейчас, по идее, должно быть транзакции. А! Мы же listener не подключили. Как его подключить? То есть, я написал, замечательный listener, все хорошо. Все, что надо сделать, это поставить здесь собака компонент. Благо, этот package сканируется. И все. Теперь, что можно сделать в жизни для того, чтобы полезную штуку, которую вы написали в каком-то проекте, потом могли использовать другие люди. Ну, кроме того, чтобы построили артефакт, положили его в какой-то Maven Central. Вы видите, транзакции заработали, все отлично. Что надо сделать? Знаете, в Spring есть вот такие вот, их очень много аннотаций, enable, 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 да? Есть enable scheduling, есть enable async. Что делают, по сути, эти аннотации? Знаете, как бы, как они работают? Кто-то заглядывал в нее? Они импортируют какую-то конфигурацию, которую Spring уже написал. И в этой конфигурации добавлены дополнительные всякие пин постпроцессоры, listener и так далее, которые делают магию для дополнительных аннотаций. То есть, если посмотреть на, например, enable async, то enable async, видите, что она делает? Она импортирует конфигурацию. И эта конфигурация... Нет, это плохой пример. Это просто слишком сложный пример. Enable scheduling. Enable scheduling, мне кажется, проще. Вот, enable scheduling импортирует вот такую конфигурацию. А эта конфигурация, она добавляет вам бин, роль которого инфраструктурная. И этот бин, это тот бин, который поддерживает аннотацию собака scheduled. Соответственно, если я написал вот такую классную штуку, которая мне нравится, вот эта вот собака post initialized, то я могу следующий мой шаг, это написать аннотацию enable post initialized, которая импортирует ту конфигурацию, которая подтянет listener, которую я только что написал. Все это я упаку в JAR, пошлю куда-нибудь в Maven Central, скажу, ребята, все, скачайте мой JAR, добавьте в dependency, сделайте в конфигурации enable post initialized и можете post initialized пользоваться везде. Окей, понятно? Вот. Но на самом деле мы еще не закончили с ним. Там не так все радужно. Есть еще одна проблема. То есть вот у нас получилось вот то, что я сказал, трехфазовый конструктор. Java, post construct springovsky и post initialized наш. Скажите мне, пожалуйста, если я сейчас добавлю бин в Java config, который будет выглядеть вот так. Мы только что с вами говорили про то, что у каждого бина есть бин definition, который описывает, что в этом бине есть, как он называется, какой он singleton, не singleton и так далее. Вот есть вот такой вот бин. Чего не будет в бин definition? Не будет скоупа, не будет имени его, не будет бин класса или будет все? Все помнят это, да? Это я уже несколько раз про это говорил. Не будет. Так что я никому не дам шоколадку. А почему не будет бин класса? Кто-то может объяснить? Давайте реабилитируйтесь. Java config, Java config, они не вычитываются. Да, ну. Все правильно. Они не вычитываются. А почему? Ты можешь объяснить? Да, Жанин. Мы можем тоже. Ну, давай второму месту ты дашь свой подарок. Второму месту? Да. Окей. Держи. Так, значит, что у нас получается? Во-первых, давайте проверим, на что это повлияет, и я объясню заодно, почему это так происходит. Почему у меня? Вот, где мой? Это не тот. Вот, нажим ТЛДжей. Значит, если посмотреть на бин, который определен вот таким вот образом, видите, он у меня сейчас был закомментирован, и поэтому никакой проблемы не было. Я сейчас откомментирую, и оно все начнет падать. Но перед тем, как оно начнет падать, я уже запустил, но мы пока еще поговорить можем. Если посмотреть на этот бин, имя его это вот это. Ну, да, то есть в Java config есть свои конвенции. То есть, опять же, есть четыре способа, как можно рассказать Spring, откуда взять информацию про то, как строить бин, то есть информацию по бин-дефинишне. Раньше это делали через XML, и там все подробно, подробно, многими строчками расписывались. Такого-то класса, создай объект. Скоуп у него такой-то. В property, который называется mydao, положи бин, который называется mydao-imple. И все это рассказано через XML. Строился бин-дефинишн. Более модный способ появился, когда мы собака-компонент стали ставить над классами, и тогда сканировались пакеты, все классы, помеченные собака-компонент, обнаруживались, и кто-то за нас эти бин-дефинишны писал. Не нам надо было сидеть и расписывать это в XML, а кто-то это какой-то процесс спринговый делал, какой-то сканер это делал сам. В третьем спринге появилась возможность прописывать вот таким вот способом бины, и если мы смотрим на этот бин, у нас есть у него, соответственно, и вот это его имя, вот это, казалось бы, класс, из которого надо создать. По умолчанию он синглтон, хотя через собакоскоуп можно изменить, а вот код, который этот бин создает. Так вот, на самом деле, никто не знает, из какого класса этот бин создастся, потому что, глядя на код, вы никогда не можете знать, что, ну, то есть, человек-то, в принципе, может посмотреть на код, и, кстати, вы уверены, что, глядя на код, вы всегда будете знать, что, какой объект будет создан. Все понимают? Я вам сейчас напишу, if systemgetenv.getproperties и какое-то название property, тогда return new string builder, else return new string buffer. И вот пока вы не узнаете, что у меня в environment variable, или я сделаю random. Сейчас random сделаю, если вышло отчетное число, то я верну такой объект. То есть, нельзя, глядя на код, понять, что он вернет. Так вот, в этом-то проблема, что они почему-то, они... Нет, это когда бин уже создан, уже известно, понимаешь? Ну, на этапе, когда все только строится, ничего не понятно, и поэтому, смотрите, что у нас как бы... Да что ж такое? Зачем вы мне открыли столько окон? Вот, то есть, у нас вот этот listener, он же выглядел вот так, правильно? И когда мы сканировали бин-дефинишн, мы из этого бин-дефинишн извлекали класс, да, вот это мы делали, getbinclass, мы получали binclass name, и у нас, соответственно, все бины, которые прописаны в java-конфиге, здесь будет null. И мы дальше можем сколько угодно в null попытаться выковырять методы и найти эти методы, помечать аннотации, просто уничтожать, это уже ничего не будет работать. Вот, поэтому можно сделать вот так. Да? Вот Джон Стоун тоже смеется. То есть сказать, типа, ну, мы не поддерживаем post initials для бинов, прописанных в java-конфиге, но мы же хотим поддерживать, поэтому, как мы можем это сделать? Знакомы с этим слоганом, да? В любой непонятной ситуации пишите бин-пост процесса. Вот. То есть, ну, на самом деле, это буквально одна минута. Я вам сейчас покажу, что бы надо было бы написать. Вот совершенно... Вот эти, что за окна, вот эти? Они мне все тут портят. Вот, вот смотрите. То есть, у меня, на самом деле, все работает. Да, я же запустил, видели, оно не упало. Видите? Я вот сейчас запускал еще раз, после того, как я откомментировал этот вот defact. Оно не упало. Почему? Потому что у меня есть вот это. Это такой замечательный, простенький бин-пост процессор, который чинит все бин-дефинишины и добавляет им нехватающую информацию. То есть, видите, все очень просто. Что такое бин-пост процессор? Такой объект, который создается спрингом в самом начале. Их может быть сколько угодно. Они все имплементируют интерфейс бин-пост процессора. И они существуют для того, чтобы настраивать ваши бины. Вот этот бин-пост процессор, он делает следующее. Он при помощи фабрики, которую он в себе держит, спрашивает бин-дефинишин и проверяет, у него там нал или не нал в этом бин-классное имя. И если у него там нал, он говорит, ну, так давай я тогда спрошу у конкретного объекта, который у меня сейчас есть в руке, какой, как называется его класс, и эту информацию тебе туда запихаю, и все. И тогда тот листенер, который работает в самом конце, у него уже нет никакой проблемы, потому что неважно, каким образом строился бин, он уже абсолютно точно информация о том, из какого класса он должен быть создан, уже будет. Вот, вот так вот. Так что это тоже как бы должна быть часть нашей конфигурации, если мы хотим поддерживать аннотацию после нежалости. Не важно, будет работать и в таком, и в таком, почему нет, какая разница? Самое множество, это не объект, не обстанется от объекта. Так ты говоришь про прокси. Я сейчас говорю о том, еще раз, когда ты делаешь прокси, сначала все равно создается объект из какого-то класса, правильно? А потом на него наворачивается прокси. Мой бинпостпроцессор, который добавляет информацию о нехватающем классе, он это делает в первом методе, когда нету никаких прокси, он берет оригинальный класс. Так, следующий пазлер, вот он, кстати, по-моему, прошел коррекцию. Вот этот пазлер никто здесь еще не видел. То есть вы его видели, но никто не будет знать правильный ответ, потому что изменилось кое-что. Да? А у меня вопрос по предыдущему, почему этого нету из коробки, что нет? Почему мы не узнаем? Ты имеешь в виду, почему нету собака просто не шалась из коробки? Да, мы могут. Они вместо этого сделали вот то, что я сказал. То есть они сделали сейчас с фрегат 4.3, метод, который должен работать, когда поднялся контекст, ты можешь пометить аннотации собака, аппликейшн, я не помню, вот вылетел у меня из головы, то ли собака контекст-листенера, то ли собака ивент-листенер. И как параметр эта аннотация принимает название ивента, который ты хочешь слушать. Ты ее поставил и все. То есть в принципе можно делать так. Мы просто эту штуку делали до того, как вышел спринг 4.3. То есть они да, стараются как бы реагировать на те джиры, которые мы им открываем. Только они сделали немножко более общую вещь. Так, поехали. Сага двух программистов. Значит, мы сейчас немножко поговорим с вами про квалифайеры. Смотрите, какая вещь. У меня есть, у баруха есть вот такая вот конфигурация. Java конфиг, два бина, один бин груви, другой бин спринг. Все замечательно. И у него есть сервис. В этом сервисе есть лист. Он в этот лист хочет заинжектить все бины. То есть непонятно, да? То есть я не знаю, все вы в курсе, как работает эту вард, когда стоит над листом, не все. Но логично предположить, что, наверное, барух хотел бы, чтобы все бины, которые стринг, в этот лист сюда пришли. Это, кстати, очень-очень распространенная практика спринга. Я вам приведу пример. То есть вот этим паттерном, я не знаю, как его chain of responsibility назвать или как еще. Вот, Егор, мне интересно, что ты скажешь по этому поводу. Вот смотри. У нас, сейчас совершенно без шуток, мне реально интересно твое мнение. Мы, например, пишем систему, которая делает валидации строчкам какой-то бигдаты. То есть есть огромный файл, у него есть куча строчек, есть валидатор. Теперь, поскольку я не хочу в одном классе писать кучу разных валидаций на строчку, тем более, что эти валидации все время придумывают новую. То есть надо проверить, и вот что там это с этим, вот с этим, вот с этим, вот в таком виде. И если, что она не пустая, и что нету запрещенных слов, и что если первое слово такое, то второе с третьим должны вот так сочетать. И все время придумывают новые правила. То есть, соответственно, я не хочу писать один класс, в котором будет, знаешь, вот куча всех этих правил. У меня есть интерфейс, который называется валидатор, и есть разные имплементации этого валидатора. И каждый день человек может узнать про новое правило, написать еще один валидатор, еще один валидатор. Теперь у меня есть другой класс, который называется типа главный валидатор. У него есть лист валидаторов. Над этим листом валидаторов стоит AtoWired, что значит, что он, по идее, должен сразу все получить, когда он создается. И когда ему надо сделать валидацию, он просто делает 4H, проходится по всем валидаторам, каждому валидатору говорит, ты свалидируй, ты свалидируй, ты свалидируй. Как ты считаешь, нормальная практика или тебе такой тоже подход не очень? Она уже плохая, но чтобы я объяснил, она в твоем валидаторе не плохая. Окей. Ну это же, в принципе, chain of responsibility. Я бы делал не валидаторы, а строки менял бы им поведение. Я бы делал разные строки, у меня бы строка заворачивалась в новый, в новый, в итоге это все равно была бы строка. А в твоем случае это строка плюс валидатор. У тебя два класса, я бы делал. Я тебя понял, окей. Ну у нас big data, там файл, там строки, то есть я не очень понимаю, как ты сразу их... Ну ты каждый раз доставаешь строчку, ты ее в new, 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 new заворачиваешь в много-много-много еще как бы валидирующих строк. То есть окей, это ты расскажешь потом подробнее, но то есть pattern, chain of responsibility, ты бы тоже здесь использовал. Отлично, то есть ну вот мы нашли общие точки, я всегда люблю с людьми находить общие точки. Вот, то есть, ну тут как бы пример не с валидаторами, а просто со стрингами. Вот так вот сделал Baruch. Теперь смотрите, у меня есть моя конфигурация, в которой у меня есть мой какой-то лист, который я заполняю руками, но это тоже BIN, да, видите, то есть тут стоит собака BIN, все я тут заполнил, все возвращаю, все замечательно. Вот, теперь, соответственно, у меня тоже есть сервис, и тоже я туда инжекчу этот лист, и все отлично собирается, все хорошо. Вот. Теперь вопрос, что должно заинжектиться в этот лист? Еще раз, ситуация такая, мы с Baruch работаем в одном проекте, об этом даже не знаем, все вот эти вот вещи, которые вы сейчас видите на экране, они находятся в одном пакете, который сканируется спрингом и все строится, и у нас есть два одинаковых листа. Вот вопрос, как этот лист будет выглядеть, что в него заинжектится? Значит, первый вариант, заинжектится Groovy Spring, Groovy Spring два раза, потому что у него Groovy Spring написан по отдельности, а у меня есть лист, который Groovy Spring, но при этом в сервис, когда мы инжектим, типа, заинжектится сразу все. Или будет Spring умный, он разрулит, и будет просто Groovy Spring, или будет Groovy Spring, и потом еще будет типа Two String от листа, или будет Exception. Ну, давайте голосовать. Кто считает первый ответ правильный? Кто считает второй ответ правильный? Кто считает третий ответ правильный? И кто считает четвертый ответ правильный? Та-дам! Правильный ответ Groovy Spring. Я сейчас не буду вам рассказывать правильный ответ, потому что рассказ не закончен. Так, поехали дальше. Хотя, нет, не буду. Значит, мы как-то на корпоративе встретились с барухом, открыли джиру, и тут, значит, выяснилось, что мы в принципе делаем очень похожие вещи. Я ему рассказал про свои бины, он мне рассказал про свои бины, мы померились с бинами. Вот, и в конце, на следующее утро, барух просыпается и говорит, что-то мне это не нравится ситуация. Вроде оно как бы работает, но мало ли чего, что-то я не хочу, не дай бог, прийти к ситуации, что когда я строю свой сервис, чтобы его бины заинжектились ко мне. Поэтому давайте сделаем вот так. Значит, есть в Spring такая штука Qualifier, при помощи которой можно помечать бины, вот он ей здесь воспользовался. То есть, видите, при декларации своих бинов он их пометил этим Qualifier, то есть, если вскрыть эту аннотацию, там внутри будет написано собака Qualifier, и все. Да, то есть, соответственно, когда Spring создает эти бин-дефинишн, и если он видит, что есть аннотация, которая помечает бин, которая является Qualifier, он это в метадату бина записывает, и все. Вот, и, соответственно, когда он себе в сервис инжектит вот этот вот лист, который Chain of Responsibility, он тоже говорит, не все, пожалуйста, не все, только Baruch Qualifier, только-только-только мои. Вот, и вот вопрос, я ничего не поменял, я с похмелья вообще не помнил, что он там мне рассказывал, он поменял, как теперь будет выглядеть лист. То есть, вот он добавил себе Qualifier, что будет теперь, давайте посмотрим. Значит, у нас у обоих, у Baruch будет все хорошо, а у меня все сломается, или будет у меня все хорошо, а у него сломается из-за того, что он Qualifier нагородил. У нас у обоих останется все хорошо, как это было и сейчас, или у нас у обоих все сломается. Кто за первый ответ? Только у Baruch все хорошо. Так, кто за то, что у нас у обоих, у Жеки все хорошо, у меня все хорошо. А кто за то, что у нас у обоих все хорошо. Так, а кто считает, что у нас у обоих все плохо. Правильный ответ, у нас у обоих все хорошо. То есть, на самом деле, тут пока нет еще даже никакой загадки. То есть все как бы поведение, оно достаточно естественное, логичное. Барух перестраховался. Ну, в принципе, ему это даже и не нужно было. Оно и так работало. Но от того, что он добавил квалифайр, хуже-то оно не могло стать. Окей, продолжаем разговор. Человек хочет уже, чтобы пазлер, наконец, прозвучал, потому что пока не было пазлера. Значит, Барух в какой-то момент говорит, ну, пора же добавлять артефакторы. Сколько можно без артефакторы? И он добавляет здесь бин, который артефакторы. Окей? И вопрос, повлияет это на мой лист или не повлияет? Вот кто считает, что это повлияет на мой лист и ко мне его артефакторы придет? Так. А кто считает, что это не повлияет? Так. Ответ вот такой. Это повлияет на мой лист. Я потом, в конце, все буду объяснять. Я подытожу сразу все вещи. Хорошо. Значит, что теперь произошло? То есть, опять, давайте рассуждать логично. То есть, соответственно, я, когда прошу заинжектировать мне вот этот лист, я же не говорю какой-то квалифайер здесь, правильно? Если я не говорю какой-то квалифайер, значит, все, что стринг, давай сюда. А стрингов уже появился еще и вот этот. Он тоже пришел. Все вроде как бы понятно. Тут, значит, я проснулся утром, говорю, какого хрена он тут делает артефакторы? Посмотрел на его код, увидел, что он сделал квалифайеры и говорю, а, я понял. Значит, я тогда сделаю то же самое. Я тоже хочу квалифайеры. Я сделал свой квалифайер. И у меня теперь вот этот вот лист месседжес помечен моим квалифайером. И когда я инжекчу себе лист, я использую свой квалифайер, чтобы, не дай бог, не получить его бины. Вот теперь вопрос. Вот теперь мы пришли к финалу. Что теперь у меня будет в листе? Груви спринг, как я и хотел бы. Груви спринг артефакторы по-прежнему. Вообще ничего не будет. Или будет эксцепшн? Вот тут никто не может знать заранее. Правильный ответ, если вы как бы не знаете, как оно работает, потому что ни на каком моем докладе этого не было. То есть оно было, но там было не так. Так что это новая вещь. Кто считает, что правильный ответ? Первый. Груви спринг. Как хотелось бы. Кто считает, что груви спринг артефакторы по-прежнему останется? Кто считает, что будет пустой лист у меня? Вот это единственный ответ, который не может быть правильным. Потому что аннотация от О'Вайер кидает эксцепшн. В случае, если у вас реквард не стоит на фолс. Как работает от О'Вайер? Он говорит, я не могла ничего найти. Expected at least single matching bin. А здесь нету ни одного. Поэтому ответ пустого быть не может. То есть тот, кто сейчас голосовал за пустого, он имел в виду эксцепшн. Кто за эксцепшн? Окей. Значит, казалось бы, должен быть эксцепшн. Но это верно. Только... То есть этот эксцепшн о том, что не найдено бины. Но это верно до спринга 4,3. Со спринга 4,3 правильно ответ будет ответ вот этот. Как все хотелось бы. Ну, теперь если есть смертник, который готов все объяснить, я сразу две шоколадки дам. Кто хочет объяснить, как оно работало раньше, как оно стало работать сейчас? Как раньше? Давай, Андрей, говори. Раньше было так, что у тебя лист стрингов, а там стринг, как бы, ты автовариваешь лист... Тебе нужно было автоварить лист стрингов. И тогда бы у тебя работала с твоим бином, а так она работала с бином Баркл. Держи две. Значит, рассказываю подробнее. Значит, как работало раньше A2Wired над листом? Когда у вас и был лист, и сверху стал A2Wired, тот бин постпроцессор, который отвечал за этот функционал, он смотрел только на generic type этого листа, понимал, какой тип бинов вам здесь нужен, находил все бины этого типа и туда их засовывал. Если где-то был другой бин, который тоже являлся листом с этими бинами, он это игнорировал. Со спринга 4.3 оно работает не так. Он говорит так, если есть лист этих бинов, то мы его, соответственно, смерчим и добавим тоже. То есть я могу... Я сегодня как раз этим игрался, потому что я ему не поверил. А ведь такие они изменили. То есть знаете, когда там большой начальник говорит, сделаем, сделаем. А реально сделали? Где у меня это было? Корпоратив должен пэккедж называться. Вот. Вот. Вот смотрите, у меня есть Жека-сервис, который... Я говорю, я хочу только бины, которые Жека. И у меня здесь лист стрингов. И вот сейчас мы посмотрим, что придет. И вот мой конфиг. То есть в моем конфиге прописан вот этот вот лист. Вот они пришли. Вот пришел именно этот лист. Теперь смотрите, если мы сейчас возьмем в каком-нибудь барух конфиге, пропишем бин артефактори и добавим ему Жека-квалифайер, то он по идее тоже должен прийти. Вот это я еще никогда не проверял. То есть сейчас мы смотрим, если он мерджит или не мерджит. По идее должен мерджить. То есть он должен и бины, которые лист этих бинов брать, и дополнительные бины, которые отдельно валяются. Нет. То есть как он работает, он делает следующим образом. Все, теперь все понятно. Они говорят так. Мы в первую очередь пытаемся найти бины по generic type. Если они есть, мы из них строим лист, и этот лист мы даем. Если их нет, мы попытаемся найти, может быть, есть лист, уже готовый лист, и тогда его дадим напрямую. Но в любом случае, бины, которые отдельно, они получаются важны. Они мердж вот этот не делают. То есть ответ по-прежнему остается правильный. Вот этот вот. Где презентация? Ответ по-прежнему остается правильный, что я получаю грувий спринг, но именно потому, что у меня готовый лист, в котором есть грувий спринг, был написан именно такой бин. Вот так вот. Да, надо будет им сказать, что это... Я не знаю, как вам, мне кажется, что это стоит еще подкрутить. Да. Ну, это мы в следующий раз проверим. Сейчас жалко время. Я не знаю. Я говорю, я только сейчас вот про это все узнал и пытался разобраться. Вот я тоже в шоке. Так. Страшные истории. Значит, ну, это все знают, да? Кто знает историю девочки, хотелось бы сделать, можно промотать ее? Только два человека знают? Кто знает эту историю? Девочка, которая хотела сделать надежно. Тогда рассказываю. Значит, смотрите. Тут у нас на проекте была девочка, которая запуталась в конец. То есть мы работали с XML-ом там лет 10 назад и все бины определялись в XML. Потом появились аннотации, мы стали через аннотации, но иногда все равно через XML. Потом появился Java Config и стали еще собака бином бины. И она уже бедная не знает, когда бин надо в XML, когда надо собака компонент, когда надо в Java Config прописывать. В общем, в какой-то момент ее так это все задолбало, что она так, чтобы было надежно, на всякий случай и там, и там, и там определяет один и тот же бин. И самое смешное, что там взяло достаточно много времени, чтобы ее поймать. И вот сейчас, разгадав этот пазлер, вы поймете, почему проблема всплыла далеко не сразу. Значит, ну, возьмем такой пример. Значит, есть сервис, который называется Mission Critical Service. Это там очень важный, у него метод выключает утюг, все. Видите, супер важный вот сервис. Значит, девочка прописала этот бин в XML, девочка сканирует пакеты, в котором валяется сам класс, который помечен аннотацией собака сервис. То есть, получается, он еще раз как бы декларируется здесь. Кроме того, еще в Java Config тот же самый бин тоже через собака бин прописан. То есть, три раза прописан один и тот же бин. Вопрос, сколько раз у нас сейчас не выключить, ну, не забудем мы выключить утюг? Один раз не забудем выключить утюг, два раза не забудем выключить утюг, три раза не забудем выключить утюг, и будет exception при поднятии контекста. Кто за ответ А? Так. Андрей, верни мне шоколадку. Верни, да. Я тебе две давал. Да, я знаю ответа. Так, а что ты за первый голосуешь, он неправильный? Так, а ты тоже все равно за неправильные ответы голосуешь, он умеет. Кто считает, что правильный ответ Б? Кто считает, что правильный ответ С? И кто считает, что правильный ответ Д? Вот вам правильный ответ. Да? Кто бы мог подумать, всего два раза, именно почему два? И кто мне расскажет, почему девочка не понимает, что происходит? Кто из вас понимает, что происходит? имени нет такой имени будет и весь всегда да да я сейчас дам 2 если ты мне скажешь какое будет имя подошел вишен андрей говорит когда нет уже я говорю уже я говорю андрей сказал мы здесь прописали бин в xml и он прав и мы не дали ему айдишник и и вот вот какой будет и какой будет имя сейчас я сразу две дам и тогда ты будешь вперед пошел андрея пока есть две у тебя да а у тебя одна ну вот давай какое будет имя кто хочет помочь а что ты говоришь молодец и все решетка у спринга есть конвенции как давать айдишники бинам которые же кстати являются айди щк 김이 bin definition а если вы этого не делать это две разные конвенции когда вы пишете собака компонент пакеты просканировались но вы не дали айдишник как стать может ударить день когда вы делать собак и компонент нет к можно так вот собака компонента скобочки фигурные кавычки пишите если вы этого не делали то название айдишника будет название класса с маленькой буквы. Там есть еще дополнительные конвенции, что если там две большие буквы подряд, но мы не будем в эти дебри уже входить. Там на самом деле целая система правил. Вот. А если вы в XML не дали ID-шнику бина, то его ID-шник будет полное название класса Лесенка 0. Если таких бинов больше, чем 1, то Лесенка 1, исследователь и так далее. Вот. Соответственно, у нас создается... И теперь надо посмотреть, какие у нас ID-шники отличаются. Значит, здесь ID-шник будет совсем не такой, как ID-шник вот этот. У них 2 разных ID-шника. А вот этот ID-шник, он как раз совпадет с вот этим ID-шником. Потому что вот это как раз название класса с маленькой буквы. Соответственно, из трех деклараций бина у нас реально создастся 2. Создастся 2 бина с разными ID-шниками. И поэтому этот метод сработает 2 раза. То есть реально есть 2 синглитона разных. Поэтому как бы не нужно это делать. То есть надо бин декларировать либо там, либо там, либо вы там, иначе начинаются очень странные вещи происходить. Причем у этой девочки, которая у нас в проекте работала, у нее очень часто имена совпадали, и поэтому создавался один бин, и вроде все было хорошо, и она была довольна, и считала, что так правильно. Пока вот где-то имена не совпали, и пошла фигня. Так, мальчик, который не любил интерфейсы. Значит, ну ладно, эту я, наверное, историю, я вам ее просто расскажу, потому что, опять же, поднимите руку, кто ее знает. Это уже, что же бас так мало? Как так может быть? Ладно, тогда придется показывать код. Где мой проект? No more interfaces. Вот, смотрите. Значит, есть мальчик, который ненавидит интерфейсы. Сейчас мы сделаем вот так. Он ненавидит интерфейсы. Это не бизнес интерфейс, придется по порядку показывать вам. Вот так. Вот у него есть класс I hate interfaces. Этот класс не имплементирует интерфейсы. Он при помощи Spring'а создает, опять же, контекст. То есть Spring'а любит, интерфейсы не любит. И вопрос, что происходит, когда нужно будет сгенерить прокси. Я специально создаю ситуацию, в которой прокси будет сгенерен. Видите, у меня здесь есть аспект, который говорит, для всех, для всех, у кого есть, ну, короче, абсолютно для всех бинов нужен аспект, который будет вначале печатать вот это. То есть у нас есть автор, то есть после. Even with aspect it works. Давайте проверим, будет, вот как вы считаете, будет работать или нет? Понимаете, как бы в чем дилемма? Дилемма в том, что у меня есть бин, у которого нет интерфейсов, но при этом ему нужно, его нужно аспектировать, то есть, соответственно, его нужно заворачивать в прокси, но при этом интерфейсов нет. Вот оно будет или не будет работать? Я вам специально здесь, видите, печатаю get class, чтобы вы видели, как будет называться класс данного бина. Кто знает, как будет сгенерирован прокси? Вот, Андрей, это как раз по твоей части. CGlib, отлично, видите, все. Вот класс, I hate interfaces enhanced by CGlib. То есть, если бы этого аспекта не было, то мы просто видели бы название обычного класса, потому что никто бы не делал никаких фокусов, но поскольку этот бин говорит, я хочу, чтобы перед всеми моими методами запускалась какая-то дополнительная логика, Spring его заворачивает в аспект, и вот так оно работает. Теперь смотрите дальше. Мальчик не любит интерфейсы, но иногда просто как бы нужно имплементировать какие-то интерфейсы, которые не ваши, которые не бизнес-интерфейсы. Вот, например, Serializable надо имплементировать. Вот что сейчас будет? Ну, давай. Будет тоже, если жри, потому что в Serialize нет метода. Молчи, молчи. Я уже понял. Ты и дальше скажешь правильно. Напомню, как тебя зовут? Игорь. Игорь, точно. Вот, значит, сейчас оно все равно сработает. А вот если мы поставим здесь какой-нибудь другой интерфейс, видите, все работает. Я поставлю здесь comparable, а comparable это интерфейс не пустой, он заставляет меня имплементировать какой-то метод, и мы запускаем еще раз, и пока вы не видите, что напечаталось, я вам задам вопрос, что будет. Serializable мы видели, что все работает отлично. Мы добавили Serializable, все работало. И мальчик говорит, видите, все без интерфейсов, круто же, нормально, можно жить без интерфейсов. Мы добавили comparable, и будет exception вот такой, или будет exception, прокси не работает, то есть, ну, просто не создаться прокси, или будет вот такой exception, или все равно все будет хорошо. Кто считает, что правильный ответ первый, и такой бинт просто не найдется? Я сейчас сам не помню, кстати, какой правильный ответ. Буду думать вместе с вами. Я за первый. Кто со мной? Окей, кто считает, что будет работать, но не будет прокси? Кто считает, что не будет такого, ноу-сач метод exception случится? Окей. А кто считает, что все хорошо? И можно без интерфейсов? О, я был прав. Чего же никто со мной не пошел? Ну ладно, кто может объяснить, почему? Кто может сказать, почему это происходит? Наверное, потому что CGD будет генерить... Не, а, уже неправильно. Можно в код еще раз? Да, иду в код. Да, 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 сейчас. Идем в код. Это не тот проект. Блин, ну... Да, ноу-сач бинт definition. Все правильно. Идем в код, да, так что в коде, что показать? Ну вот, я вытаскиваю бинт по классу. Интерфейс же нету. Я же не могу вытащить по интерфейсу, если нету интерфейса. Вот. Ну я тебе уже дал за этот пазлер. Дадим еще шанс другим людям, хотя у них уже немного. Против Игоря. Так вот, значит, смотрите, как работает Spring. Spring говорит, я не люблю CGLib. Я понимаю, что прокси это как бы полезная штука, это дизайн-паттерн, который не любит Егор Бугаенко, но очень принят в Spring. И мы как бы все делаем за счет того, что мы делаем декораторы, но при помощи прокси. Но мы эти прокси до последнего не генерием при помощи CGLib, а мы все время идем через интерфейсы. Так работает Spring. Но бывают ситуации, когда выбора у Spring нет. Это когда интерфейсов нет, и тогда он начинает пользоваться CGLib. Соответственно, когда мальчик работал без интерфейсов, и ему через CGLib сделали прокси первый раз, он добавил Serializable. Но Serializable пустой интерфейс, и Spring об этом знает. И поэтому по-прежнему он через CGLib. Мальчик добавил Comparable, появился интерфейс, который не пустой, и прокси сгенерился совершенно по другой методике. Java Long Proxy, это Dynamic Proxy. И, соответственно, у нас создался бин, тип которого Comparable, в котором есть единственный метод CompareTo в этом прокси. Вот и все. И поэтому, соответственно, когда он попытался получить бин по типу своего класса, надо было уже Comparable просить. Причем там его бы метода не было. Вот, поэтому, как мы, как мы чиним такие ситуации, как мы исправляем, как мы прививаем любовь к интерфейсам, да, это то, что надо делать. Да, по попе, ремнем, с детства, с детства интерфейсы. И вот Егор тут поддержит меня, правильно? Интерфейс, уж хорошо. Добро интерфейс. Таня, смотришь, можно сказать, что он генерал на основе CGD по всему? Да, можно, да. Так, ребят, теперь смотрите, раз уж мы заговорили про прокси, есть вот такая вот известная проблема, которая недавно, с ней кое-что изменилось. Значит, смотрите, если у меня есть интерфейс, у которого есть метод A и B, и у меня есть класс, который имплементирует этот интерфейс, и есть прокси, который создался для моего класса, который тоже имплементирует этот интерфейс, то смотрите, что происходит. То есть я сейчас говорю о проблеме, давайте, на секунду не буду вас отвлекать, сконцентрируемся на проблеме. Проблема внутренних вызовов методов. То есть смотрите, если есть сервис A, и сервис A вызывает транзакционный метод сервиса B, то транзакция сработает. Почему? Потому что сервис A, когда он обращается к сервису B, он на самом деле обращается не к сервису B, он обращается к прокси сервиса B. Почему? Почему? Потому что когда он попросил через A2Wire, дайте мне сервис B, если бы он посмотрел, что за класс у этого сервиса B, он бы увидел, что это прокси. Почему? Потому что сервис B был завернут в прокси при создании, потому что он хотел транзакции. Все понятно? Сервис B хочет транзакции, он заворачивается в прокси. Все, кто хотят сервис B, получают его вместе с этим прокси, и все через прокси обращаются к его методам, и транзакции работают. Но что будет, если сервис B сам к своему методу обратится? То будет без транзакций. То есть у нас получается проблема вот здесь, вот на этом этапе, когда мы вызываем из метода A метод B напрямую. Как это можно решить? И это можно решить через self-inject, через самовпрыскивание. То есть понимаете, в чем у нас проблема? У нас проблема в том, что когда вы в методе A вызываете метод B, это то же самое, как написать в методе A this.b. И вот это this, это плохо. Мне надо, чтобы вместо this был прокси, свой собственный прокси. Соответственно, и опять же, может быть кому-то из вас это смешно, но это реальная проблема, которую лет 9 назад уже люди подняли. Они сказали, что ну вот у меня есть метод, который называется transfer money, он транзакционный. И метод transfer money вызывает метод withdraw money, который тоже транзакционный. И у меня один транзакционный метод вызывает другой транзакционный метод, там вложенные транзакции, и тут они не работают, тут они работают, все нехорошо. Поэтому я хочу вызывать свой собственный метод не через this, а через свой собственный прокси. Но для этого мне этот прокси надо инжектнуть сам в себя. Понимаете? И соответственно, то есть я хочу сделать что-то типа private, ну то есть если сервис называется service A, то у меня внутри сервиса A будет private service A, service A, и над нем будет стоять там типа atowired. Сам себя хочу заинжектить. Так вот вопрос, как это можно сделать сегодня в стринге 4 и 3. Смотрите, как я им даю варианты. Будет ли работать atowired для того, чтобы инжектнуть сам себя в сам себя? Будет ли работать inject? Будет ли работать ресурс? Будет ли работать java config? И будет ли работать xml? В xml же тоже можно как бы прописать, типа да, у меня есть property, который называется myself, и там указать референс на самого себя. Ну давайте голосовать. Хотя тут сложно на самом деле голосовать, потому что тут больше чем один правильный ответ может быть, а может быть вообще ни одного правильного ответа. Как нам это сделать? Давайте так, кто считает, что atowired будет работать? Так, хорошо. Кто считает, что inject будет работать? Хорошо. Кто считает, что ресурс будет работать? Так, кто считает, что java config будет работать? А кто считает, что xml будет работать? Ну ладно. Зато у меня хотя бы нет дилеммы. Я никому ничего не дам, потому что никто не ответил правильно на все мои вопросы. Правильный ответ вот такой. Там, 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 там и там. Причем самое смешное, что от Уайрт ресурсы XML работали всегда. Причем ресурсы так. Были ситуации, в которых он работал, были ситуации, в которых он не работал. Но XML работал вообще всегда. А от Уайрт инжект сделали только со спринга 4 и 3. Окей, вот. Вот они закрыли эту джиру. Видите, в июне 2016 года, наконец, починили. Для Ату Уайрт, 4,5 года. С момента, как мы им ее открыли, наконец, они ее закрыли. Вот. Но XML-то работал всегда. Вот. И тут должны быть такие люди, типа, так XML-ом же надо пользоваться. Мы же любим XML. Мы продолжаем страшные истории, 18+. Теперь мы говорим про мальчик, который доверял интерфейсам. Это исправился мальчик, видел, стал хороший, блондин. Вот. Он говорит, у меня есть интерфейс утюг. У утюга есть метод разогреваться. Метод разогреваться, помечен аннотацией Post Construct. Прямо на уровне интерфейса, чтобы все имплементации разогревались сразу. Вот. И у него есть имплементация. У него есть супер-дупер-удюг, который должен разогреваться. Все у него хорошо. А тут у него есть метод греть воду, который помечен аннотацией A2Wired. И A2Wired, по идее, должно вот сюда эту воду передать. Если вообще так можно сделать. Ну и, соответственно, мы тут печатаем вода грейся. Ну, вот так выглядит вода. То есть, это бин. Да? То есть, он реально есть. Он заинжектится сюда, если это вообще возможно. Вот. Что будет? Вода грейся, напечатается. Вода грейся, это вот это. То есть, только вот этот метод сработает. Или будет вода грейся и разогреваюсь. То есть, разогреваться тоже утюг будет, и вот это тоже напечатается. Или будет только разогреваюсь. То есть, только Post Construct сработает, а это не будет работать. Потому что A2Wired над методом ничего не сделает. Или вообще что-то пойдет не так. Вот. Кто за вода грейся? Первый ответ. Вода грейся. Вода грейся. Кто за вода грейся и разогреваюсь? Так. А кто за просто разогреваюсь? А кто-то что-то пойдет не так? Вот, это правильный ответ. Что-то пойдет не так. А кто может мне объяснить, что пойдет не так? Постконстракт интерфейса не работает. Вернее, шоколадку. Вообще не об этом речь сейчас. Тут ответ-то, что-то пойдет не так. Что пойдет не так? Что пойдет не так? О, на самом деле, мы же сегодня про это с вами говорили. В документацию читали. А нотация постконстракт может ставиться над методами, которые не принимают параметры. Поэтому у вас, как бы, это просто как бы спрингс грохнется в самом начале. Он скажет, как это ты поставил постконстракт вот здесь, когда у тебя тут параметры есть. Поэтому это, естественно, не будет работать. Вот, мальчик недоволен, но бог с ним с мальчиком. Давайте дальше. Значит, мы начинаем исправлять ситуацию. Мы убираем оттуда постконстракт и оставляем только от Wired. То есть сейчас у нас выглядит все точно так же, только мы этот постконстракт отсюда сняли. Что теперь будет? Вот, правильный ответ, водогрессия будет только. То есть работает только метод, над которым стоит от Wired. Кто может объяснить все, что произошло? Давайте какого-то нового спросим. Нет, новых людей нет? Игорь, ну давай. Ну, что аннотация у нас в интерфейсе стоит. Это он говорил, поэтому я ему за это не дам. А что ты мне скажешь про, почему это работает? Ну, 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 давай ему скажем. Ну-ка. Спринг начинает инжектировать длины. Соответственно, он коллит метод. Греть воду как сеттер. О, как сеттер. Все, ты сказал золотые слова твои. Вот тебе золотая штука. Значит, спринг работает следующим образом. Когда он настраивает объект, он ищет аннотацию от Wired. Если аннотация от Wired стоит над филдом, то он в этот филд по типу филда засовывает то, что ему положено. А если от Wired стоит над методом, он расценивает этот метод, как будто это сеттер. И говорит, ну, человек, значит, хочет не допрямую, чтобы я ему филды пихал, а как умный человек хочет через сеттеры. Может, он там сеттер хочет контроль какой-то иметь над тем, что я ему туда пихаю. Может, там валидация какая-то стоит. Поэтому, как бы, для него это как сеттер. И он его, соответственно, запускает и туда эту воду передает. То, что мы эту воду вместо того, чтобы засунуть в объект, взяли, распечатали, ну, это уже наша проблема. Окей. Все работает хорошо. Теперь мы говорим, а аннотации в интерфейсах уже не работают, да? То есть, ну, это то, что мы сейчас поняли. Потому что аннотации Spring в интерфейсах не ищет. И вот у меня вопрос. Что я сейчас сделаю для того, чтобы аннотации в интерфейсах Spring... Да, начал. Вот, да. Вы уже помните эту майку. Но, на самом деле, поскольку всех бинпостпроцессор уже достал, то, да, мы будем писать... Мы не будем писать бинпостпроцессор, мы будем писать бинпостпроцессор. На самом деле, не будем писать. Жалко время. Я вам сейчас просто уже написан и покажу. Я объясню вам, почему я считаю. Хотя это тоже неправильно. Там, на самом деле, из-за того, что Spring допустил очень серьезную ошибку в архитектуре в 2004 году, сегодня уже как бы правильно это сделать не получится. Но хотя бы в теории поговорим. Значит, давайте посмотрим. За что должен отвечать бинпостпроцессор? Вот за что он отвечает? У него есть два метода. У бинпостпроцессора есть два метода. Один метод работает на этапе настройки бина до того, как вызван постконстракт, а другой работает на этапе настройки бина после того, как вызван постконстракт. Теперь у меня возникает вопрос. Как может такое быть, что тот, кто отвечает за вызов постконстракта, это и есть бинпостпроцессор? Вы понимаете, что это примерно вот такая вот ситуация? Понимаете почему? То есть я бинпостпроцессор, соответственно, у меня есть два метода. Мне гарантируют, что один мой метод сработает до того, как вызвается постконстракт, а другой мой метод сработает после того, как вызвается постконстракт. А теперь я и есть тот бинпостпроцессор, который запускает постконстракт. Когда должны вызваться мои методы? То есть и тут начинается уже проблема в порядке. То есть, соответственно, этот особый бинпостпроцессор, он должен быть либо самый последний, и тогда его код написан в первом методе, либо он должен быть первый, если его код написан во втором методе. То есть начинается вот такой вот геморрой. Мне кажется, что было бы намного логичнее и правильнее, что бинпостпроцессор вообще не должен был бы запускать метод постконстракт, что это вообще не его задача, это задача бинфактора постпроцессора. BinFactor и постпроцессор — это совершенно другая сущность, и ее задача — работать с бин-дефинишоном. То есть, если человек поставил аннотацию постконстракт, он добавил мета-дату, он добавил какое-то объяснение про его бин. И, соответственно, когда строится вот этот бин-дефинишн, кто-то должен в этот бин-дефинишн запихать информацию о том, что у него появился init-метод, и называется он так-то. Окей? А запускать его должен потом кто-то другой, тот, кто запускал все методы, которые в XML были, какие-нибудь методы прописаны, то есть сам бин-фактори. Опять же, есть же single responsibility. У нас есть бин-постпроцессоры, которые отвечают за настройку бина, у нас есть бин-фактори-постпроцессоры, которые отвечают за настройку бин-дефинишнов, и у нас есть бин-фактори, которые отвечают за создание бинов. И запуск и конструктора, и постконструктора — это его ответственность. Почему они не смогли так это сделать? Потому что, когда они работали с XML, у них, когда они придумали этот бин-дефинишн, у этого бин-дефинишн был property init-метод, и вы можете написать init-метод равен и название вашего init-метода. Когда перешли на аннотации, теперь может быть несколько init-методов. Вы можете поставить собака-постконструкт два раза, три раза, на самом деле достаточно глупо. Но может же быть ситуация, что у моего папы есть собака-постконструкт, и дедушка, который тоже собака-постконструкт, а у них в бин-дефинишне нет массива init-методов. У них есть только один init-метод. И поэтому вместо того, чтобы изменить бин-дефинишн и поменять property на массив, они сказали, ну ладно, у нас будет бин-постпроцессор, который просто будет все эти методы находить и запускать. Поэтому как бы правильнее сделать это не так, но кому интересно, я пришлю код. Хотя ладно, покажу, что там, там несложно. Вот, смотрите, то есть у меня очень простенький, где он у меня, I love interfaces, вот у меня есть вот такой вот постконструкт, бля-бля-бля. А что он закомментирован? Вот. Видите, что я делаю? То есть я говорю, дайте мне, опять же, все бин-дефинишн, я по ним пошел, я про каждый бин-дефинишн вытаскиваю, соответственно, бин-дефинишн. Вытаскиваю имя класса. Дальше, а вот дальше у меня возникает следующая проблема. Смотрите, какая забавная фигня. Это опять же из-за java-конфига. Помните, мы с вами писали сегодня, бин-постпроцессор, даже не писали, я вам показал, который чинит, который добавляет информацию. Кому он помогает? Он помогает лисенеру. Помните, то есть у нас лисенер хочет запускать вот эти вот мейн-методы для микросервисов. Эти пост и ниша лаз-методы он хочет запускать. И, соответственно, но лисенер работает самый последний. Он работает, когда весь контекст уже построен. И, соответственно, мой бин-постпроцессор, который чинит, он уже все отлично починил. А сейчас у меня есть бин-фактори-постпроцессор, который наоборот работает самый первый, еще до того, как начали строиться объекты, потому что он хочет в бин-дефинишн дописать информацию про init-метод. И, соответственно, если есть бин, который определен через java-конфиг, у меня вот здесь будет опять же этот null. Тот же самый null, который мы для лисенера уже починили. И вот возникает вопрос, а как можно спасти эту ситуацию, что я могу сделать? Я начал ковыряться, мне просто было интересно. Значит, бин-дефинишн это интерфейс, есть разные имплементации. Есть abstract бин-дефинишн, есть annotated бин-дефинишн, есть configuration class бин-дефинишн. О, во, configuration class бин-дефинишн, это как раз тот бин-дефинишн, который создается, когда вы ставите собака бин над методом. И у меня возник вопрос, я говорю, так, секундочку, если человек поставил собака бин над методом, создался бин-дефинишн из этого метода, может быть, в нем есть информация хотя бы про return type этого метода? Вы понимаете, то есть я говорю про вот это. То есть мне сейчас достаточно было бы найти хотя бы интерфейс, потому что мы же как раз для интерфейсов попытаемся постконстракт поддерживать. Ctrl-4, где Ctrl-3, вот. То есть я хочу хотя бы вот этот тип выковырять отсюда. Вы понимаете, да? То есть у меня есть бин-дефинишн, я смотрю, если в нем null, говорю, а, если в тебе null тебя вот так прописывали, тогда мне надо тебя закастить в вот этот вот configuration, бин-дефинишн, а там в нем реально есть вот этот вот return type метода. И тогда я понимаю, что вот в нем мне надо искать, если есть методы, помеченные собака-интерфейс, собака-постконстракт в интерфейсе. Значит, но возникла проблема. Ну, куда? Все пропало. Возникла проблема. Оказалось, что вот этот вот класс, в который я хочу закастить, он является внутренним, приватным, статическим классом, который находится в другом классе, который еще и package-friendly. Вот как можно закастить вот в такую хрень? Вот. И тогда я сказал, что если не получается закастить по-хорошему, то есть способ сделать вот так. Вот. И я написал класс, который называется палка-ковырялка. Вот. Вот это, Егор, если, чтобы ты не понял, я неправильно, это я уже просто по приколу делал. То есть это действительно, вряд ли сильно кому-то нужно, но мне уже было интересно добить. У меня, где этот самый. Вот. Видите, у меня есть класс, который называется палка-ковырялка-ютил. И там написано следующее. Вот. На самом деле не сложный код, то есть он не длинный. И вот так можно сделать кастинг в какой-то тип, который как бы вообще совсем не ваш, и приватный, и супер закрытый. Да? То есть он у меня идет. Я подгружаю вот этот класс. Видите, вот там доллар. То есть это внутренний класс. Помните, конвенция внутренний класса? Доллар туда-сюда. И потом я делаю просто каст в него. Ну и дальше выковыриваю там через визитор нужное мне поле. И это поле как раз и есть вот этот вот return type метода. Ну и дальше как бы все у меня заработало. Вот, ладно. Все заработало. Так, поехали дальше. Допустим, мы захотели реюзить наш бинфактор постпроцессор, вот который мы только что написали, вот который поддержку делает для постконстрактов в интерфейсе. Мы его решили реюзить. Вот я его вот так вот прописал. Смотрите. В java.config вот это вот вот init-метод регистрия бинфактори постпроцессор. Я его прописал здесь. Теперь у меня вопрос, что произойдет. А кроме этого у меня есть вот такой вот сервис. Я в этот сервис хочу заинжектить значение java home. Вот. Что будет? Будет варник, но все сработает хорошо. Ничего не будет напечатано. Будет какой-то хитрый exception или напечатается java home, а не его значение. Кто считает? Давайте. Кто за первый ответ? Будет варник, но все сработает как надо. А, вы не в курсе про эту штуку. А кто считает, что ничего не будет напечатано? Кто считает, что будет какой-то хитрый exception? И кто считает, что будет java home, а не его значение? Правильный ответ будет варник, но все сработает как надо. А кто знает, какой варник будет? Никто не знает, какой будет варник. Ладно. Хорошо. Сейчас мы поговорим более подробно. Вот такой будет варник. Вам скажут, что вы прописали бинфактор постпроцессор не при помощи статического метода. Ну-ну-ну. Но при этом все работает хорошо. Поэтому мы на это забиваем и продолжаем делать дальше. Теперь у меня вот так. У меня есть вот такая конфигурация, в которую я хочу заинжектить java home, которой я потом типа где-то пользуюсь. Ну и кроме этого я свой бинфактор постпроцессор по-прежнему продолжаю прописывать. Вот что будет сейчас? Все, это, наверное, последний пазлер. Будет варник, но все сработает как надо. Ничего не будет напечатано. Какой-то хитрый exception случится и напечатается java home равен now. Вот кто за... давайте с четвертого ответа. Кто считает, что четвертый ответ? java home равен now. А кто считает, что третий ответ будет хитрый exception? А кто считает, что ничего не будет напечатано? Я тебе дам шоколадку просто, потому что ты угадала. Это самый сложный вопрос. Вот. А кто считает, что будет варник, но все сработает как надо? Может, я просто так сейчас сказал? Просто симпатично, девушку хотел шоколадку дать. Нет, на самом деле сильно будет второй ответ, правильный. А теперь, если ты мне объяснишь, я тебе отдам этот пакет. Вместе с вот этой футболкой. Давай. Так как вам треба фактурирую постпроцессор, мы можем створиться фаршер в паре бенолг. И валюшерен заинжектируется. Наш комплекс створится в фейс-джене. Удивишно. Супер. Я только сейчас объясню, что девушка сказала, заодно проверю, что я тебя правильно понял. Дело в том, что Spring строит бены в определенном порядке. Для него бены, которые надо построить в первую очередь, это бен-факторы, постпроцессоры. Почему? Потому что они настраивают бен-дефинишины. А бен-дефинишины должны быть настроены до того, как строится все остальное. После того, как построены бен-факторы, постпроцессоры, начинаются строиться бен-постпроцессоры. Потому что пока они не построены, нельзя строить обычные бены, иначе кто их будет настраивать. И только потом начинают строить обычные бены. Теперь важно знать еще один маленький нюанс. Сам Java Config, он тоже бен. То есть это не просто конфигурация, это конфигурация, которая еще и бен. То есть она тоже может получить всякие бенефиты. У нее может быть босконстракт, у нее может быть собака-валю, и так далее, и так далее. Значит, в тот момент, когда прописанный бинфактор и постпроцессор прописан вот таким вот образом, то Spring говорит, но ведь я же его должен создать самым первым, он же бинфактор и постпроцессор. А как его можно создать, если этот метод не статический? Ведь для того, чтобы создать объект, который создается вызовом какого-то метода, и метод не статический, приходится сначала создать объект конфигурации. И таким образом получается, что объект конфигурации создается вообще самой первой еще до того, как вся система Spring построила себя сама. И поэтому здесь не работает ни постконстракт, ни собаковали, ничего не работает. Все, ребят, я вам очень благодарен, большое спасибо.